Всем большой-большой привет! Мое предыдущее видео о хорошем настроении. Наверила несколько вопросов о том, как же правильно расслабляться, как начать практику медитации и так далее и того подобное, вообще как это все делать лучше. Поэтому сегодня я решила поговорить о том, как же вообще о способах, скажем так, такого расслабления себя любимой, потому что тема важная, и без этого на самом деле никуда, потому что если вы будете все время напряжены, или все время в вашей голове будут какие-то вообще мысли, с которыми вы будете постоянно бороться, с которыми вы будете постоянно что-то решать, это, в общем, как бы истощает нас, поэтому нужно научиться расслабляться и расслабляться, знаете, как бы полностью, как бы и душой, и телом, что называется. Поэтому я поделюсь теми способами, которые помогают мне. Думаю, что их гораздо больше, и что каждый найдет себе то, что ему как бы будет по душе. Вот. Но я сегодня с вами поделюсь просто тем, что работает именно на мне. Давайте все-таки начнем именно с медитации, потому что именно вопросы медитации, они почему-то вызвали гораздо больше интереса, чем все остальное. Во-первых, я сразу хочу сказать, что я не какой-то там эксперт или что-то такое, я лишь с вами делюсь тем, что знаю я. Поэтому на данном этапе, при том, что я не какой-то там адепт, я всего лишь так, иногда, время от времени стараюсь, особенно, знаете, мне помогает медитация. То есть я иногда только, ну, я периодически медитирую или что-то там пытаюсь как-то расслаблять свое сознание, но это не значит, что я какой-то вообще там смогу с вами какие-то там прямо азы супер, да. Ничего такого, на самом деле вы увидите, что все очень легко, и каждый это может. Что же касается меня, то особенно сильно я люблю, вы можете брать для этого любое слово, я люблю это называть медитацией, потому что, в общем-то, это, ну, это и оно и есть, но вы можете назвать это просто посидеть в тишине, уйти в себя, как хотите. Это на самом деле не меняет сути, и мне особенно сильно помогает такого рода практики, когда, допустим, меня вдруг что-то начинает сильно беспокоить или, может быть, раздражать или еще чего-то. Знаете, вот этот вот момент, когда в голове появляется куча-куча мыслей, с которыми ты как бы ведешь с ними какой-то диалог, и тебя все равно вот это все не успокаивает, а только наоборот, как бы тебя это делает все более каким-то нервным или даже раздражительным. Поэтому именно в такие моменты я люблю просто сесть и расслабиться. Ну, а, скажем так, на каждодневной основе я это стараюсь делать перед сном. В идеале, в идеале я стараюсь это делать перед сном и рано утром. Но на деле получается, как правило, чаще всего либо вечером, либо утром. И утром и вечером получается не всегда, и я бы даже сказала, далеко не часто, потому что, ну, в зависимости от разных обстоятельств. Поэтому давайте поговорим. Во-первых, если вы никогда ничего не знали о... Вообще впервые услышали о таких словах, как медитация, то я думаю, что вы можете открыть просто Google и посмотреть все, что угодно на эту тему, потому что информация там масса, и информация будет примерно вся одна и та же. Я постараюсь найти какие-то, может быть, интересные статьи, может быть, кину под видео, парочку, может быть, одну, я не знаю, сколько найду. Может быть, какие-то видео на эту тему. Я начинала именно с видео. В принципе, да, что же касается меня, то я, когда вдруг, так сказать, наполучив кучу информации на эту тему, как-то изучив этот вопрос, я поняла, что я хочу попробовать, что мне интересно, потому что те бонусы, которые вы получаете от такого рода расслабления, они, конечно, существенные. Мне было интересно попробовать это на себе. И я не знала, честно говоря, с чего начать. Я уже думала и просто посидеть, но я, знаете, как правило, я засыпала. И, кстати, кто-то мне писал под видео, что я стараюсь это делать и засыпаю. И на самом деле это говорит о том, что вы очень сильно устаете, потому что вы не должны засыпать. Вы должны, ну, как бы, следить там за дыханием. Я еще об этом немножко расскажу. Но если вы засыпаете, это значит, что вы очень сильно, ваш организм очень сильно перегружен, и вы, ну, видимо, что-то делаете не так, потому что, либо, может быть, не в то время, я не знаю. Конечно, если я это делаю перед сном и достаточно поздно, я тоже засыпаю. Но и я потом понимаю, что это неправильно, я просто перестаю и ложусь спать. Поэтому давайте поговорим. Когда я решила начать, я не знала, как я уже сказала, с чего мне начать. В итоге я что-то пробовала, какие-то разные виды. Но потом я решила, что если я посмотрю в App Store, может быть, продаются там, или как это, можно скачать какие-то приложения, и они будут весьма полезными. Или я стала гуглить, какие приложения для медитации, я уже не помню, честно говоря. Но одно из топовых приложений, которые очень хороши именно для новичков, для тех, кто совсем не знает, что это делать. Единственная оговорка, оно идет на английском языке. И если честно, я не знаю, есть ли такие на русском, я постараюсь посмотреть, что к чему, но они у меня все идут, кажется, на английском все приложения. Я не уверена, точно не помню, но под видео я оставлю все, о чем я говорю в этом видео, я все ссылки оставлю под видео. И я попробовала. Приложение называется Headspace. На самом деле, если вы хоть чуть-чуть в этой теме, я думаю, что вы знаете его. Это, мне кажется, одно из самых распространенных приложений. Мне почему кажется, что оно очень хорошо для начинающих, потому что вам там рассказывают азы, как бы с чего начать, что это такое. Там, по-моему, несколько дается сессий, кажется, 8 уроков или 10, я уже сейчас не помню, это было давно. По 10 или 15 минут, и вам голос, мужской голос рассказывает, как вам дышать, как вам, не знаю, расслабиться, о чем подумать, что представить, что там еще. Какие-то вот такие вот основные моменты. Ну, в общем, очень интересно. То есть, как бы вы просто учитесь отслеживать свои мысли, отслеживать, пытаться как-то вот от них отстраняться, что ли, чтобы ваша голова, чтобы ваш мозг, или как даже не мозг, это ваш разум, да, ваше сознание, ваше сознание, оно было как бы в тишине. Собственно, для меня медитация является именно вот этим вот, для чего я это делаю? Именно для того, чтобы поместить свое сознание, которое постоянно находится в какой-то вообще борьбе совсем-совсем-по-совсем, чтобы поместить его в такое, в тишину, в тишину и спокойствие, чтобы не было никаких мыслей, чтобы, знаете, как бы оно стало более ясным. Именно для этого я стараюсь эту практику вводить у себя, да. И вот в этом приложении вам там очень хорошо расскажут, что, как, зачем, почему, там, ну, очень интересное приложение. Оно бесплатное на этом этапе. Потом вы можете уже покупать разные там у них сессии, разные какие-то, для разной направленности какие-то медитации, все такое. Но для меня на этом этапе оно закончилось, потому что я скачала парочку других приложений, я вам покажу. У меня есть просто, по-моему, у меня есть приложение с музыкой для медитации, но его я использую редко. Я все под видео оставлю. Там очень приятная музыка, но именно под нее почему-то я засыпала. Но утром нет, утром нормально, а вот вечером прям я засыпала страшно. И приложение, которое мне сейчас нравится больше всего, потому что я поняла, что мне неудобно пытаться отключиться от своих мыслей, вот от внешнего, так сказать, мира, когда голос мне что-то монотонное или там не монотонно говорит. Хотя, как правило, конечно, голос очень приятный. Поэтому я скачала, называется Chakra Meditation, приложение. Оно, там просто музыка на каждую из семи чакр, да. Включаю одну из этих мелодий и просто под них сижу, и как бы, да, как я уже говорила, пытаюсь ни о чем не думать. Вот, собственно, это то, чем я сейчас и занимаюсь, потому что я перестала использовать какие-то все другие приложения. Я просто сажусь прямо, вам нужно сесть прямо, у вас должен быть абсолютно прямой позвоночник. Для меня это, кстати, тяжело, потому что я из тех людей, кто предпочитает как бы гордиться. Вы садитесь прямо, лёжа вообще не рекомендуется это делать, потому что, вероятно, что вы учнёте гораздо больше. Вы садитесь прямо, у вас должен быть прямой позвоночник. Я это делаю в кровати, я просто стелю себе подушку под спину, может быть, даже парочку, как бы, да, одну вот так на другую ставлю, прислоняюсь так спиной, и, не знаю, минут 10, сколько выдержу? 10-15, мне кажется, я никогда не сидела, для меня это пока очень много. Просто я сижу и пытаюсь ни о чём не думать. Если вы хоть раз попробуете это делать, это безумно сложно, потому что в нашей голове постоянно рой мыслей, мы постоянно о чём-то думаем, постоянно у нас идёт какая-то борьба чего-то с чем-то, и ваша задача не в том, чтобы, о боже, я опять о чём-то думаю, хотя именно с этого тоже я начинала, вы просто сидите, не знаю, несколько секунд у вас может получаться, что вы ни о чём не думаете. Я представляю себя внутри, вот на этом уровне, иногда по-разному, иногда на этом уровне, иногда ниже где-то, вот ниже, где живот, в основном низу живота. Я не знаю, почему я это делаю. Я представляю цветок лотоса, который как бы раскрывается, вот, допустим, здесь, да. И почему я это делаю? Мне кажется, что это помогает мне, как бы вот эти мои мысли, их избегать. Не могу сказать, что как-то у меня это прям очень, потому что периодически я всё равно постоянно эти мысли тебя нагоняют, тебе возвращаются, ты постоянно начинаешь о чём-то думать. Знаете, причём эти мысли, ты даже не можешь отследить. Это, на самом деле, это очень потрясающий опыт, потому что, понимаешь, в твоей голове просто каша. В твоей голове каша, ты с идеей мы, это то, что мы думаем. Но я просто после вот этих вот тех практик поняла, что я не есть то, что я думаю. Мои мысли живут вообще отдельной мыслью, отдельной жизнью, и я совершенно не в силах их отслеживать. И это потрясающе, потому что я бы никогда не подумала. То есть, как бы, то, что происходит в моём уме, оно вообще мне не подвластно. У меня всё время такое ощущение, что это какие-то вот эти вот рои мыслей, кокосы, которые живут своей отдельной жизнью, и периодически я просто могу фиксировать, что вот я подумала сейчас о том-то, я подумала об этом. А знаете, как говорится, что мы есть то, о чём мы постоянно думаем. О, Боже, о чём я только не думаю. Поэтому вот сейчас, особенно уже с приходом тепла, когда можно просыпаться пораньше, уже легче как-то вообще просыпаться, и, знаете, там на улицу ходить, да, больше. Я просто ввожу на каждодневной основе эту практику, потому что я вижу то лучшее, что это мне даёт, потому что если бы я это не делала, я бы, наверное, вообще была бы жутко нервной женщиной. В общем, про медитацию я рассказала. Вот примерно вот всё, наверное, что я вам хотела сказать. Я не уверена, что я правильно объяснила, что и как, но на самом деле я оставлю, опять повторюсь, под видео разные ссылки на эту тему. Теперь давайте о другом. Можно пробовать делать по-другому. Я на самом деле совмещаю и то, и то. Можно читать молитвы. Если вы знаете молитвы наизусть прекрасно, перед сном, рано утром, когда вы проснулись, прочтите, это у вас не займёт много времени. Если же вы не знаете, то купите, либо, может быть, у меня вот есть, естественно, есть молитвы, которые я знаю наизусть, но не все, далеко, даже, может быть, от всего парочку, троечку знаю наизусть, четыре. Но я к чему? Я к тому, что купите себе молитвы слов, если вам это надо. Опять же, это подходит не всем, и я это прекрасно понимаю. И читайте перед сном. Я читаю, я оставлю под видео список молитв, которые я читаю. Они, как правило, все носят, знаете, такой характер. Ну, это основные очень наши символы веры. И это молитвы, которые, знаете, носят характер благодарности, либо, как бы, просьба послать тебе больше вот этого вот возможности принятия того, что тебе дает судьба, как бы вот не с каким-то отрицанием, а вот как бы со смирением. Со смирением. Поэтому, ну, это то, что выбрала я. Вы можете выбрать себе все, что хотите сами, все, что вам подходит. Ну, вот на данном этапе мне вот душа просит такого. Я оставлю тоже под видео название этих молитв. Посмотрите. Может быть, даже прям сами молитвы, если я найду их в интернете, у меня отмолитвы слов, я вам никак его туда не передам. Поэтому, что делаю я? Я сначала читаю молитвы, потом медитирую. У меня нету в этом, я не вижу в этом никакого столкновения чего-то или что-то такое. Для меня одно другому не мешает, одно прекрасно дополняет другое. Поэтому попробуйте. Также, что помогает расслабиться мне, на самом деле, это, наверное, одно из самых вообще вещей, которое мне очень помогает расслабиться. В принципе, спорт. Но спорт не дает мне вот этого чувства расслабления. Спорт мне дает чувство, он мне дает энергию и положительный вот этот вот заряд, положительное настроение. Что же дает мне расслабиться очень хорошо? Это именно йога. И, то есть, я в идеале, все, о чем я сейчас буду вам говорить, вот эти все три пункта, я их делаю, я стараюсь их делать утром, вечером, либо утром или вечером, по-разному. В зависимости от того, какие тренировки у меня в течение дня, я выбираю делать йогу утром или вечером. Но я сама больше люблю, как бы, с психологической точки зрения, делать йогу утром. Хотя вечером я гораздо более пластичная, более гибкая, и на самом деле у меня гораздо легче получается йога. На йогу я трачу тоже минут 30, в зависимости от того, сколько у меня есть времени, в зависимости от того, какое это время суток и так далее. Что же касается йоги, я тоже перепробовала много чего. Я ходила когда-то и в группы йоги и так далее, в идеале я хочу найти себе здесь, в идеале студию какую-то хорошую, куда бы я могла ходить, и был бы преподаватель. Но пока у меня это не получается, ничего стоящего я здесь пока найти не могу, нужно все время куда-то ездить. А я вот пытаюсь понять, буду я ездить или нет. Я скачала себе приложение, называется Down Dog, оно бесплатное, я оставлю тоже под видео на него ссылку. Ну, на самом деле, я бы не назвала бы его бесплатным. Оно бесплатно вам дает, по-моему, сессию, сколько-то тоже сессий йоги. Для меня я перепробовала огромное количество приложений, если честно, и видео на YouTube, и приложения, и что только я не делала. В итоге я поняла, что самое лучшее для меня именно это приложение, и в итоге я купила его полную версию, оно, по-моему, стоит 4,5 доллара ежемесячно. И у меня никогда не повторялись практики, у меня всегда разный урок, и вы можете выбрать время, которое вам подходит, там, я не знаю, по-моему, от 15 минут до часу, или, может быть, даже больше часа, я сейчас вот... Я выбираю от 20-15 минут, ну, 15, по-моему, я делала всего один раз, это прямо совсем не было лень, но я решила, что мне надо. Ну, где-то от 20 минут до 40 я выбираю вот такой вот промежуток урока, и мне очень нравится... Опять же, оно на английском, я не уверена, что многим вам оно подойдет, но по большому счету, йога – это картинки, то есть, в смысле, это позы, вы и так увидите, что это за позы. Если что, вы поймете вдох, выдох, там, все достаточно примитивно. Конечно, если вы владеете английским языком, то вам вообще не составит труда использовать это приложение. Опять же, если... Давайте я сразу попрошу своих подписчиков, что если вы знаете достойные приложения на русском языке о том, о чем я только что говорила, пожалуйста, оставьте их под видео, чтобы, ну, мы могли поделиться. Если там... Ну, если будут какие-то прям классные приложения, или кто-то что-то стоящее посоветует, я добавлю их потом в описании под видео. Но я сама не знаю русскоговорящих никаких приложений, если честно. Так что йога... Для йоги вам много не надо. Вам нужен коврик, и вам нужна кофта, либо теплое какое-то одеяло. Я использую одеяло и коврик. Коврик я заказала на Алиэкспресс, но сейчас я заказала себе еще коврик. Может быть, кстати, о своей амуниции к спорту я еще, может быть, сделаю отдельное видео, но это, может быть, потом, я не знаю, будет вам это интересно. В чем я хожу в зал, в каком коврике я занимаюсь. Я себе еще заказала коврик для йоги такой, travel-версии, который можно складывать там по-разному, потом мне должен прийти. И здесь у меня лежит еще одеяло, которым просто накрываюсь в конце. Вы лежите в позе, которая называется шивасана. И тоже очень важный момент. Мне кажется, это очень похоже тоже на момент медитации, когда вы пытаетесь расслабиться. Что я очень люблю. Если это вечером, я периодически даже засыпаю в ней. Но это тоже считается неправильным. Вы не должны засыпать в конце своего урока. Это опять же говорит о том, что ваш организм слишком устал. И давайте последний пункт. Про йогу это было все. Я уже что-то разболталась. И последний пункт это гулять. Если вы хотите, чтобы ваша нервная система отдыхала, если вы хотите, чтобы ваша нервная система хорошо восстанавливалась, если вы хотите, чтобы вы не были таким раздражительным и в каком-то таком балансе находились внутри, обязательно проводите, я об этом уже говорила не раз, очень много времени на природе. Вот максимально возможное время. Если вам нужно поработать, берите с собой лаптоп, выходите, даже не знаю, садитесь в какой-нибудь кафе, сидите на террасе, на патио, потому что хотите с детьми гулять, не сидите с ними дома, особенно сейчас, когда тепло, уже даже если не очень тепло, одевайтесь потеплее, выходите на улицу, потому что это очень и очень важно, быть на свежем воздухе, питать свой мозг кислородом и так далее, потому что особенно нам, людям, живущим в городах, это просто необходимо. Это все, о чем я хотела рассказать в этом видео, надеюсь, оно было вам полезным, я надеюсь, оно было не очень сумбурно, мне всегда кажется, что мои видео очень сумбурные, но не знаю. Это все, что я хотела вам рассказать, давайте обсудим изложенные мной темы под видео, пообщаемся, что-то давно я не могла, не отвечаю в таком массовом характере на комментарии, у меня совсем нет времени, я не знаю, чем я занята вообще в течение дня, правда не знаю. Но под этим видео хочу с вами подискутировать, так что всем большой, отличной недели, хорошей недели и большой всем привет и давайте, делитесь своими мыслями.